Упали рейтинги и у французского президента. Эммануэль Макрон за первые три месяца правления потерял почти половину поддержки. Если на выборах за него проголосовали 66% избирателей, то сейчас поддерживают всего лишь 36%. В чем проблема Макрона, узнаем от Елены Абрамович. На традиционном президентском портрете Эммануэля Макрона на его столе лежат пара айфонов и копия мемуаров национального героя Шарля де Голля. Хотя Макрон политик современный, но считает себя идейным наследником генерала, возглавившего сопротивление гитлеровцам во Второй мировой войне. Стиль Макрона во Франции назывался Юпитер. Это была идея бывшего президента Франсуа Миттерана или скорее его команды. Нетипичный правитель, немного похож на Бога в небесах. Он появляется неожиданно и бьет молнией. Сильную руку Макрона на мировой арене французы оценили. От публичного упрека президенту США Дональду Трампу за отказ от климатического соглашения до критики работы российских СМИ. Но вот политика бюджетных сокращений ударила по его рейтингу. Несогласный с этим начальник генштаба французской армии ушел в отставку. Оппозиция стала называть депутатов из президентской партии марионетками. По моим наблюдениям, 310 членов парламента от партии Макрона голосуют синхронно. Довольно часто повторяются в своих аргументах. Группа, избранная на волне Макрона, продвигает неоднозначные месседжи. Раздражены и журналисты. Макрон с ними общается крайне редко. Как центрист он сознательно выбрал стиль, который отличается от его предшественников. Консерватор Николай Саркази был гиперактивным в общении со СМИ. Социалист Франсуа Алан зарекомендовал себя как слишком доступный для медиа. Макрон же сократил коммуникации со СМИ. Отменил даже традиционное интервью в день Бастилии. Вместо этого ведет прямые трансляции в Фейсбуке. Недостаток такого типа коммуникации в том, что он больше не разговаривает с гражданским обществом, а отдает приказы. Это больше не демократия, а сотрудничество и участие. Соцсеть не дает возможности диалога. Это повествование, которое ведется сверху. Глава государства может отдалиться от народа. Французы решили немного остудить пыл молодого президента. И с помощью петиции заблокировали его очередную инициативу. Присвоить своей супруге статус первой леди. Елисейский дворец отказался от инициативы и предложил издать так называемую «Хартию прозрачности», в которой подробно изложат, во сколько французам обходится содержание жены президента, сколько сотрудников в ее команде и чем она вообще занимается. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Европейское бюро телеканала «Интер».